Если с год в год садить одну и ту же культуру на поле, рано или поздно у вас не вырастет ничего. Или в лучшем случае вырастут сорненькие, и Томар скажет, что вам повезло. Как у всех, у нас есть смартфоны с набором приложений, как Яндекс.Навигатор, как мне доехать с точки А в точки Б. Вот для меня агротехнологии – это примерно такая же история. Я хочу заняться сельским хозяйством, я не специалист в этом, но я хочу иметь возможность на рынке купить набор технологий, которые мне позволят из неспаханного поля точки А прийти в точке Б к понятной урожайности и самокупаемости через 3-5 лет. Меня зовут Мария Пукальчук, я старший преподаватель цифровой агролаборатории Скалтеха. Я занимаюсь внедрением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в области устойчивого землепользования и анализа изображений о растениях. Почва – это важная часть экосистемы. В принципе, это тот небольшой приверхностный горизонт, в котором обитают растения, микроорганизмы, и которые, по сути, отвечают за то, что мы можем спокойно выращивать продукты питания в грунте, в открытых условиях. Мы, собственно, ищем те маркеры и индикаторы, которые будут говорить о том, что с почвами уже что-то не так. Срочно надо их восстанавливать, либо дать им отдохнуть. И наша работа посвящена тому, что не просто хотите делать много-много измерений, а пытаться сделать определенный набор измерений, обработать их методами машинного обучения и попытаться с помощью математики понять, какого же набора показателей нам хватит. Здесь фундаментальные цели. Все, что касается понимания, как антропогенная деятельность и люди влияют на сельскохозяйственные почвы и как добиться того, чтобы при меньших или тех же технологических операциях получать более стабильный или больше урожая. К примеру, всем известно, что часть удобрений при попадании в почву попадает в окружающую среду, в водоемы, в рыб, в людей, в пищевую цепочку, возвращается к нам уже в виде продуктов питания, и мы потребляем вот это все вот по цепочке. Методы машинного обучения и обработки данных могут помочь снизить это воздействие и это потом внедрить в практику. Мы находимся в здании Скалтеха, Сколковского института наук и технологий, а в частности в цифровой агролаборатории. Это новый центр Скалтеха, посвященный селекции животных, растений и цифровизации в различных областях сельского хозяйства. Конкретно я занимаюсь полом технологий, связанных с устойчивым развитием в почвах и с применением искусственного интеллекта в теплицах и в модном направлении в городских фермах. Моя команда – это лучшие дата-сантисты, чаще всего выпускники МФТИ, которые в дальнейшем работали в Скалтехе, аспиранты, научные сотрудники и несколько топовых почвоведов, экологов, которые также пришли в мою команду, чтобы осваивать методы обработки данных. Мой аспирант ведет очень важный для российской селекции проект на одном из крупнейших холдингов группы Копани Сока. Они производят селекцию СОИ. Проблема СОИ в том, что долгий цикл подтверждения, что СОРС стабилен в полевых условиях. И коллеги вручную уходят с блокнотиками и с линейками, нажарея в 50 градусов в тени в Краснодаре и измеряют высоту растений. И наша группа разрабатывает систему, основанную на анализе изображений, чтобы упростить им работу. Планируем поставить им мобильное приложение, при котором селекционеры будут просто собирать потоковые фото-видеоизображения со своих грядок и анализировать какие-то базовые параметры или в режиме реального времени, или потом на компьютере. Климатические изменения – это, наверное, один из самых серьезных вызовов, которые есть сейчас перед нашей страной и миром. Климат меняется быстро. Все мы видим, какие в этом году были прям аномальные потопы. Неожиданно вдруг выливается тонна воды на Москву, всплывает все. По сути, это обратная сторона того, что человек влияет на грустную среду, климат влияет на всех нас. Если бы мы точно знали, что это был долгим, жарким, можно было бы посадить, например, арбузы. И, может, они бы даже и вызрели в некоторых садах. Но это надо бы предсказывать и понимать, насколько оно постоянное. А точно ли так? А не откатимся ли мы обратно в более холодный климат? Вот это те вопросы, которые в теории может решать цифровое сельское хозяйство путем моделирования и симулирования всех процессов, которые происходят в поле и в теплице. Это очень интересно. Услышать, что реально нужно людям для внедрения на местах и попробовать решить эти задачи. У меня, допустим, в Калтехе больше всего интересно, как собрать побольше данных, как на них поинтереснее посмотреть современными методами и что нового именно метода обработки больших массивов данных могут привнести в эту науку. Потому что одно дело иметь просто наблюдение из ста точек, а другое дело обобщать данные о ста тысячах точек. И вот в этот момент то, что тебе кажется, может слегка не подтвердиться. Либо вдруг ты увидишь что-нибудь интереснее.